ПЕСНЯ Но в договоре был двор, на дворе был кол, на колу мочала. Не сказать ли сказочку опять? Сначала! Расскажи. Ты говоришь, скажи. Он говорит, скажи. Не сказать ли вам сказочку про белого бычка? Сказочку про белого бычка? Сказочку про белого бычка? Скажи, скажи. Сказочку про белого бычка? Ты говоришь, скажи. Он говорит, скажи. Сказочку про белого бычка? Ты говоришь, скажи. Сказать вам сказочку про Белого бычка? Жил-был старик, У старика был колодец, А в колодце-то елец. Нет, тут сказке не конец. А всему начало на колу мочало. Во дворе был кол, а у царя был двор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Позавидовал один барин кузнецу. Живёшь, живёшь, Урожая когда дождёшься, И денег нет. А кузнец Молотком по кузне постучал, И с деньгами Дай, думает барин, Кузню заведу. И завёл барин кузню. Едите мимо. Мужик. 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 Заезжай ко мне. Подъехал мужик. Вари. Шути надобно. Мужик. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж. Сделаем. А сколь стоить будете? Надо бы взять полтора сто рублей. А что б народ приватить сто возьму. О, сто рублей. Ой, а ну, сто так сто. Взял барин железо, а ковать-то не умеет. Ковал-ковал, ковал-ковал, много железа спортил и говорит. Мужик, не выйдет тебе на весь стан, а выйдет один шинок. Ну, один так один. Ковал-барин, ковал и говорит. Мужик, не выйдет тебе шинок, а выйдет один сошничок. Ну, сошничок так сошничок. Ковал-барин, ковал, еще много железа спортил и говорит. Мужик, и выйдет сошничок, а выйдет качадычок. Ну, качадычок так качадычок. А качадычок-то это шило для плетения лаптей. И принялся барин снова молотком махать. А потом и говорит. Фу! Мужик, не выйдет тебе качадычок. Мужик, понимаешь? И получился у барина один пшик. Взял он оставшийся раскаленный кусок железа и в воду его кинул. Оно зашипело. Пшик. В деревне-то было вольховки. А в деревне было вольховки. Лапти, да лапти, да лапти мои. Эй, лапти, да лапти, да лапти мои. А лапти липовые, вы не бойтесь, ходите. Тячка новая сплетет. Эх, ну! Там жил-был парень Андрияшка. А там жил-был парень Андрияшка. Лапти, да лапти, да лапти мои. Эй, лапти, да лапти, да лапти мои. А лапти липовые, вы не бойтесь, ходите. Тячка новая сплетет. Эй, ну! Полюбил Андрияшка Парашку. Полюбил Андрияшка Парашку. Лапти, да лапти, да лапти мои. Эй, лапти, да лапти, да лапти мои. Лапти липовые, вы не бойтесь, ходите. Тячка новая сплетет. Эх, ну! Эй, ну! Все! Все! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ха-ха-ха! Видит, мужик-то сер, да ум у него не волк съел. Маленьку-то надо отмеривать, надо. Да он, барин, не то денег пожалел, не то ещё над мужиком подшутить хотел. Только говорит ему, говорит. Нашёл, брат, честное сказание. Но у нас, правда, этого не бывает. А вот в заморских странах так сплошь и рядом. Пойди ещё разочек подумай, надумаешь, ответ приноси. И другую ночь мужик не спал. Всё надёжь плохая на барские деньги. Хитры думать иноземцы. У них, может, всё бывает. Только наскажу ему чего-нибудь. Может, чего и не бывает. Наутро приходит к барину. Здравствуйте, барин. Ну, мужик, чего на свете не бывает. Так эти, барин, одного не бывает. Баба попом не бывает. Красная девка обедней не служит. Усмехнулись гости. А барин опять денег не дал. Не дал. Нет, неправда. И это бывает в заморских странах. Сплошь и рядом. Ну, просто сплошь и рядом. Вот что, мужик. Последний раз. Последний раз пойди подумай. Надумаешь, получишь деньги. Не надумаешь, не прогневайся. Плюнул мужик с досадой идучи домой. Одного, видать, не бывает, чтоб у меня деньги водились. Ну, ладно, на завтра наскажу всякой-всячной, а вот с чего небывальщиной окажется. Присаживайся. Ну, что хорошенького скажешь? Ну, все ли на свете бывает? Так все, барин, все бывает. Тут я думал, может, люди на небо не попадают. Так сам на медне там побывал, теперь знаю, и это бывает. О, а как ж ты на небо попал? Так, а можно? Можно. Так ведь жена покойная наказали повидаться, да? Подвод за мной прислали. Двух журавлей в разнопряжку. С ней повидался и с детишками малыми. Так и к твоей милости воротился. Можно? Так, слушай, а что, и назад с журавлями, да? Нет, барин, назад я по-нашему. Оп, со скоком. А как ж ты не убился-то? А так, барин, не убился, потому как по уши в землю вошел. Нежестка земля попался. Можно? Ну, а как ж ты из земли вылез-то? Так, барин, домой сходил за лопатой, да и вылез, ага, откопался и вылез. Слушай, а не видел ли ты там, на небе, барина покойного, моего родителя? Как же, видел, видел. Кручки допустить изволили, а? Бери, бери. Ну, а что он там делает, родитель мой покойный? Мужик-то не будь плох, догадался и говорит. Это барин-то от чего делает? Так ведь он, а после моих детишек подстилки моет, ага. Врешь, мужик, врешь. Век тому не видать, чтобы барин с холопами нянчился. Бери, бери, дяди, и проваливай отсюда. И не мели, а колесицы. Сушку, сушку мою отдать. Отдать? Сушечку. Благодарствуем, барин? Да ладно. Я на лавочке сижу, я свинью в руках держу. Ай-ли, ай-лю-ли, я свинью в руках держу, я свинью в руках держу, со свиньёю я дружу. Ай-ли, ай-лю-ли, со свиньёю я дружу, с ней пойду я в огород, в девичий хоровод. Ай-ли, ай-лю-ли, в девичий хоровод, эх, ай-ли, ай-лю-ли, в девичий хоровод. Раз случилась беда, тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, загорелась вода, тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, На то счастье, на тот раз, тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, проходил мимо Тарас. Тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, чем он воду погасил. Тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, никому не говорила. Тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, только слышно стороной. Тим-ти-ри-рим, тири-рим, тим, чем гасил он. Тим-тири-рим-тири-рим-тим. Что это было? Не любо, не слушай. А сказывать не мешай. Жили-были муж с женой. С молодой они жили. Всем на загляденье. А под старость словно их кто подменил. Только спустит утром старик ноги с печки. Как уж и пошла промешним и старуха и перебранка. Он ей слово, она ему два. Он ей два, она ему пять. Он ей пять, она десять. И такой вихрь завьется промешни. Хоть из избы вон беги. А разбираться начнут. Виноватого нет. Виноватого нет. А что ты, старик? А что ж ты меня на руку луптуешь? Ну, что ж я тебе сделал таком-то? Да что ты, старик? Ты все старый, ты и старый ты еще. Да я-то ты, я-то ты своим долгим языком-то. И снова здорово опять промешних ссора затеялась. Вот раз слушала, слушала их соседка и говорит. Здравствуй, Маримьянушка. Здравствуй. Хорошая моя, что же у тебя все с мужем-то не лады, не лады? Не лады. Вот, так ты сходи на край села к бобылке. Она на водицу шепчет. Людям помогает и тебе поможет. Ой, и схожу-ка я прям к бобылке. Сходи, милая. Ой. 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 Здравствуй, старушечка. Здравствуй. Что тебе надо бы наговорить? Да вот пошли у нас со стариком-то. Не лады. Не дады, не дады. Не лады. Не лады. Ну, подожди меня, куточка. Подожди. Ну, я не знаю, что-то лады от меня. Вот, милая, красавица. Подожди. Хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хх! Комикопатия, клипатия. Эх-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-х-хр-хр. Вот тебе, милая водица, бери, 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 как старик твой начнёт на тебя кричать, так ты её угрозительно бери и держи, не плюй, не глотни, да-да-да-да-да-да. И всё у тебя успокоится. А ну, дай-ка, 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 дай-ка. Хорошая водица. Спасибо. Пожалуйста. Прощай. Прощай, моя весёлая. Прощай, родная. Пивоня моя, пивонюшка. Поклонила старуха бобылке, взяла посудину с водой и домой. И только ногу за порог занесла, как старик на неё и напустился. Эх, эти бабы старикамуки. Ну, где её носит такую позноту, а? Как пойдёт, там куда-то провалится. Ай, да ж, красавица. Где ты гуляла? Где ты гуляла, нечистая тебя носила? Стамовар пора оставить. Отхлебнула старуха из посудины. Да не плюнула, не проглотила, а как бобылка велела, держит во рту. А старик видит, что она не отвечает, и сам замолчал. Обрадовала старуха. А водичка и праведа целебно-говорная. Поставила посудину с водой, а сама за самовар, да и загремит трубой. А старуха хотела было ему ответить, да вспомнила наказ бобылки и опять за водицу. Хлебнула и держит во рту. Видит старик, что старуха не словечка, ему супротив не говорит. Дался диву и замолчал. Ну, над же, чудо чудное. Ну, не словечка супротив. Ну, и я помолчу. Так-то на лучшей будете. И пошло промеж них с той поры. Все как по-писанному. Снова как в молодые годы жить стали. Потому как только старик шуметь начнет, Старуха сразу за наговорную водицу. Вот она, сила-то в ней какая. Снова как в молодые годы. Снова как в молодые годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Было ли, то не было ли, но умный намек поймет, старик стариком, но доброму молодцу и красной девице проводиться наговорную забывать не след. Особенно, когда с родителями говорят и родительских наставлений не слушают. Все как в сказке. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, ни на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. Брат, дайте отдохнуть. Жил-был царь. У царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Не сказать ли сказочку сначала? Сказка про конька-горбунка автор и имеет. Петр Павлович Ершов, сказывает, ее написал. А народные сказки пришли к нам с обрядами, с обычаями, со скоморожьими навыками, с опытом предков наших. И автор у них один, сам народ. Сапоги шел из рубашки, а рубашку из сапог. Дом поставил из запилок, вышел славненький домок. Это частушки, их тоже народ сочиняет. Я сегодня при печали, меня люди привечали. А привечали по тому печальные песни я пою. А я сегодня не в наряде, завтра лучше наряжусь. А в очки на ноги, а бую простоквашу я больюсь. Нет, частушки. Частушки. А вот поговорки. Иной хвалится добрым конем, иной хвалится шелковым портом. Иной хвалится селами, иной приселками. Иной хвалится городами и пригорками. Иной хвалится родной матушкой. А бездумный хвалится молодой женой. Скоморохи былины сказывали сказки, которые народом рождены. И в каждой сказке мудрость народная, опыт народа. Его доброта и его гнев. Жили-были два брата. Два брата, кулик и журавель. Накосили они стажок сенца. Поставили среди пальца. Не сказать ли сказку опять с конца. Два брата, кулик и журавель. Кулик и журавель. Субтитры создавал DimaTorzok